Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Малянов вытащил Колямову кастрюлю и заглянул в нее... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно было, конечно, пойти на московский... Но там всегда очереди тащиться туда далеко по жаре... Это ж надо... Какой паршивый интеграл оказался... Ну ладно... Пусть это будет константа... Да... От омеги не зависит... Ясно ведь, что не зависит... Из самых общих соображений следует... Что не должен зависеть... Малянов представил себе этот шар... И как интегрирование идет по всей поверхности... Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского... Ни с того, ни с сего... Малянов ее выгнал... Но она снова появилась... Конформное отображение попробовать... Черт... Да... Витя... Какой вам телефон нужен? Это антурист? Нет, это квартира... Желтая штора светилась... И комната была наполнена тяжелым желтым светом... Воздух был... Как кисель... В Бобкину комнату надо перебираться... Вот что... Баня ведь... Одного Смирнова Владимир Ивановича шесть томов... И вон еще сколько бумаги на полу разбросано... Страшно подумать перебираться... Постой... У меня же какое-то просветление было... Черт... С этим твоим интуристом... Дура безрукая... Значит я был на кухне... Затем меня принесло сюда... А... Конформное отображение... Дурацкая идея... Вообще-то надо посмотреть... Идиот... Да... Это база... Кто говорит? Это база... Чж-чж... ЗВОН СИГНАЛ ЗВОН СИГНАЛ ЗВОН СИГНАЛ ремонтная я говорю с телефона 93 98 07 слушайте я вам вчера уже звонил один раз невозможно же работать все время попадают сюда какой у вас номер 93 98 07 мне все время звонят а в интуристов гараж какой-то трубку проверим пожалуйста где тут была ручка так так где же я все-таки видел этот интеграл строй на ведь такой интеграшка во все стороны симметричный где ты увидел вот они вот они вчерашние расчеты все-таки здорово и богу айда малянов айда молодец наконец-то кажется у тебя что-то получилось причем это правда настоящая это брат тебе не фигура цапф большого пассажного инструмента это брат сцепи сорвались честное слово еду еду за дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета небритый и потный слегка откинувшись всем корпусом назад он держал перед собой большую картонную коробку бурчане членораздельное он двинулся прямо на малянова вы 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 плюгавый был уже в прихожей глянув направо в комнату и решительно повернул налево в кухню оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы позвольте мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанции вы и жека что ли из гастронома вот вам квитанции распишитесь вот здесь вот здесь тоже что стол заказов коньяк две бутылки водка пропадаю подождите по моему мы ничего малянов увидел сумму и ужаснулся ты вообще с какой стать но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп оплачено и сразу же имя заказчика малянова и и ярко ни черта понять невозможно а вот тут расписывать сюда вот тут да 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 вот вот где птичка стоит на вот карандаш не карандаша грызок какой-то спасибо большое спасибо дать ему надо бы что-нибудь до мелочи нет огромное вам спасибо до свидания странно на кухне колям уже отирался возле коробки малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок пакеты свертки банки консервов на столе лежала копия квитанции так копирка какой-то сподгуляла на почерк разборчивый ну вроде все правильно заказчик малянова и и еще себе привет уму не постижим он посмотрел на сумму он перевернул квитанцию на обратной стороне ничего интересного не было был там расплющенный и присохший комар суетырка шалела совсем что ли у нас долгов 500 рублей подожди может быть она что-то говорила перед отъездом он стал вспоминать день отъезда не забывай коляма кормить травку ему приноси ну знаешь такую острую за квартиру не забудь заплатить и если шеф позвонит дай ему мой адрес вроде бы все что-то она еще говорила но тут бобка прибежал со своим пулеметом белье надо стирку отнести белье надо стирку отнести нифига не понимаю малянов опасливо потянул из ящика бутылку коньяк рублей 15 богу душу такой день рождения меня сегодня что ли ирка уехала когда четверг среда вторник сегодня десятый день как она уехала значит заказала заранее деньги опять у кого не заняла и заказала сюрприз долгу понимаете 500 рублей она сюрприз ясно только одно в магазин можно не ходить все остальное как в тумане и не рождение не а годовщины свадьбы вроде тоже нет точно нет день рождения барбоса зимой а бутылок сколько на кого же она рассчитывала мне столько за год не выпить вечеровский тоже почти не пьет а вальку вайнгарт она не любит что там там учу в этой коробке а вот что лосось в собственном соку и вот еще ломать ветчины у да тут еще горбуша потом малянов принял сам мыть посуду за это время телефон звонил дважды на малянов только челюсть выпячивал не пойду и все провались они все со своими гаражами и базами сковородку тоже придется помыть это неизбежно тут ведь все дело в чем если интеграл на самом деле ноль то в правой части остается только первое и второе произвольное физический смысл я здесь не совсем понимаю но все равно все равно здорово получаются эти пузыри а что так и назову пузыри нет наверно лучше полости полости малянова м полости он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в калямову кастрюлю горячо еще слишком пар идет бедная колянушка он вытирал руки когда его вдруг снова осенило совсем как вчера и так же как вчера он сначала не поверил подожди-ка подожди черт где вторую чернила кончились карандаш здесь где-то валялся и в то же время вторым а вернее первым первым основным планом функция гардвига и всей правой части как не бывало как тебя сразу не допер ничего малянов ничего браток ни один ты не допер академик он тоже не допер в желтом слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями оси симметричные полости материя обтекала их пыталась проникнуть внутрь но не могла на границе материя сжималась до неимоверных плотностей и пузыри начинали светиться бог знает что там начиналось ничего и это выясним с волокнистой структуры разберемся раз с дугами рогозинского 2 а потом планетарной туманности выключить его к чертям сейчас же там есть такой рычажок от черт да да кто это не узнаешь собака а валька чего тебе почему к телефону не подходишь работаю он был очень неприветлив хотелось вернуться к столу и досмотреть картину с пузырями работаешь нетленку значит лепишь ты что зайти хотел зайти нет не то чтобы зайти так чего тебе надо слушайте а чем ты сейчас занимаешься работаю сказано тебе да нет я хотел спросить над чем ты работаешь малянов обалдел он знал вальку вайнгартена 25 лет и сроду вайнгартен никакой маляновской работы не интересовался сроду вайнгартена интересовал только сам вайнгартен лично а также еще два таинственных предмета его интересовали двугривенный 1934 года и так называемый консульский полтинник который собственно и полтинником то не было был какой-то там особенной почтовой маркой так что же произошло сегодня вот так Девушки отдыхают Над чем я работаю, изволь. Могу рассказать во всех подробностях. Тебе, как биологу, это будет страшно интересно. Вчера утром я, наконец, слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции, мои уравнения движения имеют еще один интеграл, кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнение движения записать в векторной форме и применить преобразование Гартвига, то интегрирование... К огромному изумлению Малянова Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили. Ты меня слушаешь? Да-да, слушаю очень внимательно. Может быть, даже меня понимаешь? Секу помаленьку. Тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался. Валька, случилось что-нибудь? Где? Где? У тебя, естественно. Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно? Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Опять, наверное, со Светкой поцапался. Опять ему эпители и попортили. Слушай, Митька, Снеговой, такая фамилия, тебе ничего не говорит? Снеговой, Арнольд Павлович? Ну, сосед у меня есть, напротив, живет через площадку. А что? Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. А чем он занимается, твой Снеговой? Физик, по-моему, в каком-то ящике работает. Шибко-секретный. А ты откуда его знаешь? Да я его не знаю. Нет, явно сорвались с цепи. Подожди, Валька, в дверь наяриваю. Митька, не ходи! Не открывай! Митька, не открывай! Но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Колям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся. Открыв дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая, незнакомая. Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах, и брюхо у него потное. У ног женщины стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник. Дмитрий Андреевич? Да, родственница. Троюродная Зина из Омска. Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич. Наверное, я не кстати. Вот. Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Ирка крупными буквами, явно в торопях, писала в кривь и в кось. Димкин, это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее рассказывала. Прими ее хорошенько. Она ненадолго. Не хами. У нас все хорошо. Она расскажет. Целую. Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль. Закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку. Очень приятно. Заходите, Лида, прошу. Извините меня за мой вид. Жара. Все-таки видно, не все было в порядке с его радушием. Потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности. И она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала. Позвольте я вам, чемоданчик, заходите. Заходите, не стесняйтесь. Пыльник вешайте сюда. Здесь у нас большая комната. Я там работаю. А здесь Бобкина. Она и будет ваша. Вы, наверное, душ захотите принять. Митька, Митька. Отвечай, Митька. Пардон, вы располагайтесь. Располагайтесь. Я сейчас. Митька. Митька, отвечай, отвечай. Алло. Валька, слушай. О, Митька, это ты? Че ты орешь? Тут ко мне приехали, извини. Я тебе потом перезвоню. Кто, 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 кто приехал? Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел, Валька. Ну и денек. Валька, что с тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала. Иркина подруга. Сукин сын. Прошло полчаса. Гостья сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Малянов больше не вспоминал о полостях Малянова. Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек. Он был уже Димочкой. А она у него уже стала Лидочкой. А хотите еще стаканчики, Лидочка? Лидочка не ответила. И он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми, светлыми глазами. И на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение. Не то растерянности, не то испуга. У нее даже рот приоткрылся. Налить? Что? Я говорю, чайку. Налить вам еще? Да нет, спасибо. А то я лопну. Надо фигуру беречь. О, да. Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее даже стоит застраховать. Лидочка мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для пацануев. Вот странно. У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела. Эту кухню, этот двор. А, только во дворе было большое дерево. Угу. У вас так бывает? Конечно. По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память. М-м-м. Да, наверное. Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне с Лидочкой явно возник какой-то перебой, словно заело что-то. Они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Ну, а какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе? Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу. Планы? Ну, конечно. А как же? Ну, Эрмитаж, конечно. Вимпрессионист, Невский. И вообще я Белых ночей никогда не видела. Да-да, малый туристический набор. Не могу видеть, когда человеку приходится врать. Давайте я вам все-таки чайку нальем. Димочка, ну что вы ко мне пристаете с этим вашим чайком? Вот если хотите узнать, я этого вашего чая вообще никогда не пью. Ну, тут еще в такую жару. Кофе? Потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты» без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное – духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился. Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за Каберне. Каберне было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное вино шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Не правда ли ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Кстати, о ведьмах. Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак? Интеллигентный брак? Это договор. Искренность и дружба. Брак – это дружба. Договор о дружбе, понимаешь? Ну, ты знаешь мою Ирку. Это еще кого бог несет. По-моему, у нас все дома. Малянов посмотрел на часы. Было без малого десять. Повторяя, у нас, знаете ли, все дома. Он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Калям. Калям вякнул. Провались ты, сатана. Оказалось, что это сосед, пожалуй, Снеговой, Арнольд Палыч. Огромный мужик, как гора. Седовласый шатен. Не поздно. Арнольд Палыч, какое может быть поздно между друзьями? Хорошо. Очень-очень кстати. Сюда, вот сюда. Познакомитесь с прекрасной женщиной. Лидочка, это Арнольд Палыч. Сейчас еще один бокальчик и бутылочку. Перед глазами у Малянова, надо сказать, уже немножко плыло. Если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало. Он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно. Чтобы всем нравилось. Пусть они друг другу понравятся. Ему все равно он холостяк. А у меня Ирка. Он полез в бар. Слава богу, ничего не разбил. Когда он приволок бутылку бычьей крови и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими. Зловеще красивое яркое лицо Лидочки и зловеще жесткое, лишайчатое от старых ожогов, лицо снегового. Что смолкнул веселье глаз. Все на свете вздор. Есть только одна роскошь на свете. Роскошь человеческого общения. Не помню, кто это сказал. Давайте пользоваться этой общностью, этой роскошью. Давайте пользоваться этой общностью, этой роскошью. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслуху. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка, скучающе смотрела в окно, снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Ну, Арнольд Павлович, когда вы теперь исчезнете? Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него. Малянову показалось даже, что он собирается встать. И тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно. Арнольд Павлович, господи, да я совсем не то хотел сказать. Лидочка, ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключи от квартиры и как бы растворяется в воздухе. Месяцева нет, другой нет, вдруг звонок является. В общем, Арнольд Павлович, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад видеть вас. Ну, конечно, Дмитрий Алексеевич, конечно, дорогой, конечно. А это Лидочка, лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы. Вы надолго в Ленинград? Она что-то ответила, довольно доброжелательно. И он снова что-то спросил, что-то про белые ночи. Словом, у них началось все-таки роскошное общение. И Малянов смог перевести дух. Не, ребята, мне пить нельзя. Ну и с ароматища трепула забалдевшая. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимыми, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванны и за персатом. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову. Когда он вернулся, освеженный с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. Что бы мы делали без цыганок? Мне лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузионной материей в галактике. Потом он спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что бутылка уже пуста. Он рванулся за новый, однако Арнольд Палч остановил его. Нет, нет, ребят, я должен идти. Я уж пойду. Дмитрий Алексеевич, проводите меня. Спокойной ночи, Лидочка. Раду познакомиться. Они двинулись в прихожую. Да, Дмитрий Алексеевич, я же обещал вам одну книгу. Пойдемте, я вам отдам. Какую это книгу? Хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым, как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано, и горели все лампы. Тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с серебряными погонами инженер-полковника и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Палыч полковник. Так, так, так. А какую книгу? Любую. Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть. И давайте присядем на минутку. Значит так, значит так, прежде всего, что это за женщина? Лидочка? Я же вам сказал, подруга жены. А что? Вы ее хорошо знаете? Нет. Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом. А вы что думаете? Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич? Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена. И его снова охватило нехорошим холодком. Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю. А кто еще? Она? Нет. Вайнгартен мой друг. Вайнгартен. Вайнгартен. Да нет. Я его хорошо знаю. Еще в школе вместе учились, до сих пор дружим. Такая фамилия Губарь. Вам ничего не говорит? Губарь? Нет. Да что случилось, Арнольд Палчев? Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету. Кто еще спрашивал о вашей работе? Больше никто. Так над чем вы работаете? Слушайте, Арнольд Палчев, я не понимаю. Я тоже. И очень хочу понять. Рассказывайте. Подождите. У вас закрытая работа? Как черт закрытая? Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд с диффузионной материей. Ничего закрытого здесь нет. Просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу. Звезды и диффузионная материя. Ну да. И не закрытая? Ни в какой части? Ни в какой букве? И Губаря вы точно не знаете. И Губаря не знает. Снеговой молча дымил рядом с ним. Огромный, сгорбившийся, страшный. Ну, на нет и суда нет. У меня к вам все, Дмитрий Алексеевич. Извините, ради бога. Да, но у меня не все. Я все-таки хотел бы понять. Не имею права. Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался. И там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта в кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять. Малянов пролежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове. Металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе или в сердце. Или бог знает где еще. А, это палочь с ключами. По дороге через прихожую он мельком заметил, что на кухне все прибрано. А дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри за навеской. О, дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла и снова завалилась. Сейчас, сейчас. Одну минуту, Арнольд Павлович. Однако это оказался вовсе не Арнольд Павлович. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек. Малянов еще успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое. Но ему сразу стало не до них. Из прокуратуры. Из прокуратуры. Очень мило. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. Да, да, конечно. Прошу, а в чем дело? Здравствуйте. Вы Малянов Дмитрий Алексеевич? Я. Несколько вопросов с вашего разрешения. Пожалуйста, пожалуйста. А, подождите, здесь у меня не убрано. Только что встал. Может быть, на кухню? А, нет. Там сейчас солнце. Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу. Молодой человек прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь. А Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно. Вы садитесь вот сюда, в кресло. Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось? Ваш паспорт, пожалуйста. Пожалуйста. Кто еще здесь живет? Жена, сын. Но их сейчас нет, они сейчас в Одессе. В отпуске у тещи. Молодой человек положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Давайте познакомимся. Я старший следователь. Зовут меня Игорь Петрович Зыков. Очень приятно. Я, черт возьми, старший научный сотрудник и кандидат наук. И мальчишка, между прочим. Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, положил ногу на ногу и опустил папку на колено. Вы Снегового Арнольда Павловича знаете? Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то ему и самому не было ясно, почему он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Павловича. Да, с полковником Снеговым я знаком. А откуда вам известно, что он полковник? Ну, как вам сказать, все-таки мы знакомы давно. Как давно? Ну, лет пять, наверное, с тех пор, как въехали в этот дом. А при каких обстоятельствах вы познакомились? Действительно, при каких обстоятельствах. Черт. Когда он ключ принес в первый раз, что ли? Нет, мы тогда уже были знакомы. Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай. Лифт не работал, а Ирина, это моя жена, возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой. Арнольд Павлович взял у нее авоську и ребенка. Ну, жена пригласила заходить. Кажется, в тот же вечер он и зашел. Он был в форме? Нет. Так, и с тех пор вы, значит, подружились? Ну, что значит подружились? Он заходит к нам иногда, берет книги, приносит книги, чаек иногда пьем вместе. А когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи. Зачем? Как зачем? Мало ли. В самом деле, зачем? Как это мне никогда в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное. На всякий случай, наверное. Например, приедет кто-нибудь из родных или еще что-нибудь. Кто-нибудь приезжал? Да нет. Насколько я помню, нет. Ну, при мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает. Ну, а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе? Опять о работе. О чьей работе? О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком. Понятия не имею. Скорее уж, ракетчиком каким-нибудь. Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть, как это был? Почему был? Ключ не занес. Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос. То есть, в каком это смысле был? Но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с понтолыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в сторону руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик. А это откуда у вас? Откуда у вас это? Мирное лицо Игоря Петровича вдруг хищно осунулось. Сизо его глазки бегали по лицу Малянова. Позвольте... Сидите, сидите. Как к вам попали эти данные? Какие данные? Какие к черту данные? Это мои расчеты. Это не ваши расчеты. Вот этот график, откуда он у вас? Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности. Из головы. Вот из этой. Это зависимость плотности от расстояния до звезды. Это кривая роста преступности в нашем районе за последний квартал. Мы даже стрессовать толком не сумели. Не так она на самом деле идет, а вот так. И с этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом. Вот так, а здесь вот так, а не так. Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. Эх, Малянов, Малянов, квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете как последняя сявка. Малянов обалдел и переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться. Ну, а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? В хороших. Она с ним на «ты». Послушайте, вы мне чертеж испортили. Что это такое в самом деле? Какой чертеж? Да вот этот график. А, ну это несущественно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома? Несущественно. Это, знаете ли, вам несущественно. Поспешно собираясь со стола бумаги, Малянов кое-как распихивал их по ящикам. Сидишь тут, сидишь, как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно. Опустившись на корточки, Малянов собирал черновики, разбросанные по полу. Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мунштучок. Малянов, отдуваясь потлый и злой, вернулся на свое место. Вы разрешите закурить? Курите, вон пепельница. И, знаете, спрашивайте поскорее, что вам нужно. Мне работать пора. Это зависит только от вас. Вот, например, такой вопрос. Как вы обычно называете Снегового? Полковник по фамилии или по имени-отчеству? Когда как придется. Какая вам разница, как я его называю? Полковником тоже называете? Ну, называю. Ну и что? Это очень странно. Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера. Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской. Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковнике? Ладно, чего там. Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник. Или там, подполковник. Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами. А когда вы вчера у него были? Ну, вечером, поздно. Книгу вот у него взял. Вот эту. Это он зря сболтнул про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать. А Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем. Это на каком же она языке? Ну, английском, надо полагать. Да нет, как будто это все-таки кириллиц у вас, не латыни. Э, да это же русский. Малянов облился потом в третий раз. Но Игорь Петрович только положил книгу на место и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. На кого я похож по вашему? На продавца. Неправильно. Попробуйте еще разок. Не знаю. Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой. Плохо. Ну, плохо. Никуда не годится. Это надо же на продавца. Ну, а на кого же? Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками. На человека-невидимку. Стояла тяжелая ватная тишина. Даже машины перестали взрывывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука. Ему опять мучительно захотелось проснуться. Малянов вздрогнул. Игорь Петрович тоже. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича. Да-да, это, наверное, вас. Малянов добрался до Тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен. Здорово, астрофаг. Что не звонишь, скотина? Ты понимаешь, не до того было... Развлекаешься? Ну да. Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню. А что у тебя там? Да так, я тебе потом расскажу. Девица? Нет. Мужчина? Ага. Слушай, я сейчас к тебе приеду. Хочешь? Нет. Тебя еще здесь не хватало. Слушай, он рыжий. Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового. Да нет, что за чушь. Ладно, я потом тебе позвоню. Обязательно позвони. Как только он уйдет, сразу же позвони. Ладно. Пардон. Ничего, ничего. Широкий у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич. Да, не жалуюсь. Черт, хоть бы одним глазком взглянуть, что это за книга. Игорь Петрович, давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже. Ну, разумеется. Игорь Петрович озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. Значит так, вчера вечером вы заходили к Снеговому, так? Да. За этой книгой? Да, да. Когда это было? Поздно. Около двенадцати. А вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать? Да, показалось. То есть не показалось. Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи. Занес? Нет. Вы догадываетесь, куда он ездит? Ну, в общем, догадываюсь. Он вам что-нибудь рассказывал об этом? Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили. Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат? А она знала? Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось, еще секунда, и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст. Все это было похоже на липкую паутину. И в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку. Ну, ладно. Значит, коньяк у вас здесь, в баре. А водка в холодильнике. Вы что подпочитаете? Лично вы. Я? Да, вы. Лично. Коньяк. Малянов глотнул, в горле у него было сухо. Вот и прекрасно. Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку и аккуратно, не проливая ни капли, разливает коньяк по рюмкам. Вы знаете, если откровенно, ваше дело дрянь. Вышки вам не дадут, но лет 15 я вам, можно сказать, гарантирую. Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу. Не вижу. Не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич. Игорь Петрович поднял рюмку и приглашающе наклонил голову. А деревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку. Хорошо, но могу я все-таки узнать, что происходит? Разумеется. Разумеется, может. Теперь я вам все расскажу. Имею полное право. Итак, сегодня 8 утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как обычно. Повременив 5 минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал. Водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Но телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь, и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены. На кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой – пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенный из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно, между тремя и четырьмя часами утра. А я-то здесь при чем? В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая на вылет и застрявшая в стене. Я-то здесь при чем? Истово ударяя себя в грудь, Малянов задавал один и тот же вопрос. К этому моменту они уже выпили по третий. Но вам его жалко? Жалко его вам? Жалко, конечно. Он был отличный мужик. Но я-то... Меня-то вы почему? Я и пистолета с рота в руках не держал. Я же не военнообязанный. А по зрению? Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша. И очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке. Ну да, ну да. Арнольд Павлович действительно был левша. Я тоже это знаю, могу подтвердить, но... Но я-то... Я ведь спал всю ночь. А потом, зачем я буду его убивать? Ну, сами посудите. Но кто же? Кто он? Откуда мне знать? Это вы должны знать, кто. Вы-с. Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич. Вы и убили-с. Кошмар какой-то. Молянову хотелось заплакать от отчаяния. И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо в лицо. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. Озираясь с выражением какого-то мучительного недоумения на лице, он взглянул на рюмки. Простите, Дмитрий Алексеевич, да что же это такое? Где я? Послушайте, что вы здесь? Тут в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом. Это что такое? В голосе Игоря Петровича снова не было души человеческой. Это там... один человек. Малянов так и не успел понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. Слушайте, пойдемте. Вот, пожалуйста, там подруга жены. Она подтвердит. Всю ночь спал, никуда не выходил. Интересно, интересно, подруга жены. Посмотрим. Она подтвердит. Сейчас увидите. Подтвердит. Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было. Постели на тахте не было. Чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина Хорезву XI век, сидел Колям с необыкновенно невинным видом. Мяу! Это? Нет. Это наш кот. Он у нас давно. Позвольте, а где же Лидочка? Малянов оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. Она, значит, ушла, наверное? Игорь Петрович пожал плечами. Наверное. Здесь ее нет. Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину. Скотина. Малянов дал Коляму по уху. Колям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был. Давно она у вас живет? Вчера приехала. А вещь ее здесь? Не вижу. И пыльника ее нет. Странно, верно? Малянов молча махнул рукой. Ах, ну и черт с нею. Пойдемте еще по рюмочке. Малянов остался один. Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем, в общем, не думая. Появился откуда-то Колям, прошел, нервно подрагивая хвостом мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол. Ну ладно. Малянов оторвался от косяка и прошел в большую комнату. Было там накурино. Сиротливо стояли три синие рюмки на столе. Две пустые и одна наполовину полная. Солнце уже добиралось до книжных полок. Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Палыч Снеговой ушел из жизни. Малянов помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал коляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюлю, стоя перед балконным окном и, глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревьев не удосужились посадить хоть одну. Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно. Так обрывки какие-то. Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, который какой-то нелепый, какой-то он всегда был неустроенный, особенно вчера. А ведь кому-то он звонил, звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить, предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан, эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово, Лидочка кухня убрала, все так и сверкает. А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно. Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Ну нет, ерунда, все правильно. И почерк явно Иркин, и манера, и вообще вы подумайте, ну на кой ляд убийца мыть посуду? Телефон у Вальки занят. В Вальке ведь тоже там что-то не в порядке, истерика какая-то. Что-то он у меня спрашивал, странное что-то. Эх, Валька, мне бы твои заботы. Не, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике, глядишь вдвоем что-нибудь придумаем. Молянова как ветром снесло с Тахты. И зря, конечно. Никого там в прихожей не было. И в ванной тоже, и в кладовке. Он проверил замок, вернулся на Тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Черт. нервы сдали. Вальке позвоню от Вечеровского. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, слава богу, Фил дома. Работаешь? Как всегда. И как всегда у него такой вид, словно он собирается на прием и через пять минут за ним должна заехать машина. Невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые макосины и галстук. Ну, я ненадолго. Конечно. Кофе? Подожди. А, впрочем, давай. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием. Я тебе сделаю по-венски. Валяй. Сливки есть? Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки. У тебя следователь был. Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснущатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков. Прости, как ты сказал? Я сказал, следователь, у тебя был сегодня или нет? Почему именно следователь? Потому что Снеговой застрелился. Ко мне уже приходили. Кто такой Снеговой? Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик. А-а. Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками. А ты разве его не знал? По-моему, я вас знакомил. Нет, насколько я помню, нет. По кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Ну, вообще-то рассказать или не стоит. В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где всегда все стояло на своих местах и все было самого высшего качества, на мировом уровне или несколько выше, здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными, нечистоплотными какими-то. Вчера я немного подумал о твоей задаче. Ты не пробовал применить функции Гардвига? Да знаю, знаю, сам допер. Получилось? Слушай, Фил, какие тут к чертовой матери функции Гардвига? У меня голова винтом, а ты... И Малянов начал рассказывать о том, что сегодня в 8 часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как обычно. Повременив 5 минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал, водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь. И в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой пистолет системы Макарова. Смерть последовала мгновенно, между тремя и четырьмя часами утра. Вечеровский помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу. Глянуть смерти в лицо сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели. Бедняга. Непонятно было, кого он имеет в виду. Нет, я все могу понять. Ну, вот этот следователь... Ты хочешь еще кофе? Нет. Тогда пойдем ко мне. Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол, совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине, вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер. Старшего следователя Зыкина. Ну, я и говорю, Зыкова Игорь Петрович, благодарю вас. Старший следователь Зыков на операцию. Он мне свое удостоверение показывал. Или ты думал, что это были жулики? Вряд ли. Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю, да еще рядом с опечатанной квартирой. А ты говоришь, функции Гартвика. Какая тут может быть работа? Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами. Дим, а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой? Ну, еще бы. Сроду мы с ним о работе никогда не говорили. А что ты ему рассказал? Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. Где имение, а где вода. Так он выразился. Прости? Где имение, а где вода. А что, собственно, это значит? Ну, это из классики откуда-то. В том смысле, что в огороде Бузинаевке Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кесетом и принялся ее набивать. Ага. Где имение, а где вода. Это хорошо, надо будет запомнить. Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который в совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы. Ну? Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскурил. Трубка тихонечко сипела. Дима, а насколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг разговаривали в последний раз. Ну, какое это имеет значение? Меня сейчас, знаешь ли, не до этого. Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей, по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что нет. Ну, неплохо я продвинулся. Малянов начал рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению. Как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М плоскостей и, как вчера, сообразил, наконец, использовать преобразование Гартвига. Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. И только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил словами, словами. Но ничего этого я сделать уже не успел. Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявилась эта литочка. И все пошло на пропасть. Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвянного дыма. Неплохо, неплохо. Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте. Не я остановился, а меня остановили. Да? Черт! Сейчас вы работаете, работаете, а я думать не могу. От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю. И вдобавок, это милая перспективочка. Пятнадцать лет. Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет. Все ждал, что Вечеровский скажет. Не выдумывай, какие там пятнадцать лет. Это же явное недоразумение. Но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках. Когда они начались? Точно. Куда звонили? Ну, хоть несколько конкретных примеров. Кто звонил? Мужчина? Женщина? Ребенок? Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал. А потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Что это за история со столом заказов? Подробнее. Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что принес? Что теперь осталось от того, что он принес? Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский, наконец, замолчал и стал ковыряться в трубке, а Малянов хрустнул пальцами и с тоской пробормотал. Что будет? Что будет? Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет, и смерть придет, и на смерть осудит. Не надо в грядущий взор погружать. Услышав это глуховатое уханье, Малянов понял, что Вечеровский только что прочитал ему стихи. Наверное, так же ухали уэлсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью. И Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим. Да иди ты к черту. И тогда Вечеровский произнес вторую тираду. На этот раз в прозе. Когда мне плохо, я работаю. Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета? Пожалуйста. Садись работать. Слава Богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша. Положим, все это Малянов знал и без Вечеровского. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать только, когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело. Помощи от тебя. Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню. Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового. Конечно. Только если тебе не трудно, перенеси телефон в другую комнату. Я пойду, Фил. Если хочешь, оставайся у меня. Бумага есть, карандаш я тебе дам. Ладно, там видно будет. Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи. Хорошо. Спустившись на свою лестничную площадку, Малянов повернул за угол и остановился. Так, сердце провалилось куда-то в желудок и стучит там медленно, размеренно, как слойная баба. Дверь квартиры была приоткрыта. Малянов на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос и что-то отвечал незнакомый детский. Редактор субтитров А.Семкин Малянов прошел на кухню. Незнакомый мужчина сидел на корточках и подбирал осколки разбитой рюмки. Мальчик лет пяти сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки. Здесь же, на кухне, был Иван Гартен. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опражненная бутылка экспортной столичной и всякие явства из стола заказов. Увидев входящего Малянова, Вайнгартен пришел в возбуждение. Слушай, отец, ты где пропадал? Ты только не переживай, икру мы не тронули. Тебя ждали. Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался. Так, так, так. Мой дом, моя крепость. Так это называется? Взятая штурмом, отец. Взятая штурмом. Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва. Мы тут без вас нахозяйничали. А это я виноват. Ну, чепуха, чепуха. Дядя трус. Маляна вздрогнул. Ему даже показалось, что все тоже вздрогнули. Ну, тише. Дитя, ведь тебе же дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай. Почему же это я трус? Зачем это ты меня обижаешь? А я тебя не обижаю. Я тебя назвал. Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул Малянову руку. Захар? Они обменялись церемонным рукопожатием. За дело! За дело! Тащи еще две рюмки. Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел Игорь Петрович, и вернулся к столу. Стол ломился от язв. Наемся и напьюсь. Молодцы ребята, что приехали. Но все получилось не так, как думал Малянов. Они выпили, и Малянов принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой. И тут! А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло. Откуда ты взял? Вот что, у нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий? Вечеровский? Да нет, да при чем тут Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек, в этих там удушливо-черном костюме. Ну, что он тебе сказал? Малянов откусил от бутерброда, сколько в рот влезло, и принялся оживать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Ребят, какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили, у меня все было гораздо хуже. Ну, давай, давай, рассказывай. Почему это я должен рассказывать? Я из этого никакого секрета не делаю. Ну, что ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай. Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось? Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу. И Захар расскажет. Вот вы и давайте, оба и рассказываете. Вас двое, я один. Ты рассказывай. Тише, тише. Это ваш? Да вроде мой. Его, 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 его. Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, ну давай, ну не ломайся. Совсем они сбили Малянова с понтолыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам заметил, как разошелся. Файнгартен то и дело всхохатывал, обнажая могучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться красавца Захара. Но это ему так и не удалось. Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, как-то стало и вообще не до смехов. Влешь! За что купил? А дверь у него опечатана. Можешь пойти посмотреть. Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по стулу толстыми пальцами и подрагивая в так щеками. А потом вдруг шумом поднялся, ни на кого не глядя протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок. В квартиру потянуло щами. И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку. Откуси! Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартер по-прежнему ни на кого не глядя протиснулся на свое место и плеснул себе в рюмку водки. Дальше. Что дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому. Эти хмыри ушли, и я пошел. Вот только что вернулся. А Рыжий? Знаешь что, Валька, я тебе все рассказал, как было. Иди к черту, честное слово. Третий допрос за день. Валя, а может быть тут действительно что-нибудь другое? Да брось ты, отец! Как-то другое. И потом. Мне же его Рыжий назвал. Кто это меня назвал? Писать хочу. Все уставились на мальчика. А он оглядел всех по очереди и сполз с табурета. Пойдем. Захар виноватый улыбнулся. Ну, пойдем. Они скрылись в уборной. Кто это меня назвал? Что еще за новости? Вайнгартен, склонив голову, прислушивался к тому, что происходит в уборной. Вот губарь влип. От влип, так влип. Что-то вязко повернулось в мозгу у Малянова. Губарь? Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочки не виться... Он ракетчик? Что? Захар? Да нет, вроде... Вряд ли. Он мастеровой. Знаешь, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением. Беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Понимаешь? Это его собственные слова. Причем, заметь, отец, это истинная правда. Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил. Ведь о вас Снеговой спрашивал. И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально, как бумага. Обо мне? Да вот, вчера вечером. Ты что, его знал? Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал пол пачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Это дело надо отцы того. Подумаешь, это еще ничего не значит. Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли. Это просто случайность. Вы телефонную книгу посмотрите. Там этих губарей штук восемь. Малянов знал Вайнгартена с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами. Он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный. Всегда что-то коллекционировал. То марки, то монеты, то почтовые штемпели, то этикетки с бутылок. Вечно приставал к окружающим, требуя мелочи, искал какие-то особенные медики. И вечно хватал чужие письма. Клянчил конверты с печатями. При всем при том дело свое он знал. У себя в Израине он давно уже был старшим. Числился членом 20 разнообразных комиссий, как союзных, так и международных. Постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского. Потому что Вечеровский был лауреат. А Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой. Тем более он души в ней не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться. Ходить с ним в ресторан был сущим наказанием. Жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений. Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. Вы этого, отцы, понять не можете. Это связано с обратной транскриптазой. Она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза. Это такой фермент в составе анкор-вируса. И это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет Нобелевкой. В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время, между тем, летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик. Обиды, местком, партбюро. Бразгартов скандальчика на одном из совещаний мне полуофициально сообщает, что есть такое мнение назначить товарища Вайнгартена Валентина Андреевича директором новейшего супермодерного биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове. От этого сообщения голова Вайнгартена Валентина Андреевича пошла кругом. Но он, тем не менее, сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда, если превратиться в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена Валентина Андреевича из творческой работы, по крайней мере, года на полтора, а то и на два. В то время как Нобелевка, отцы, это Нобелевка. Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать. А сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и расспросил о текущей работе. Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан. Шеф-академик предложил Вайнгартену оставить сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народно-хозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой. Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность похвастаться дома. Да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет к авторангам, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все. А лаборатория тем временем продолжала выдавать на гора результаты один другого поразительнее. А тут умирает тетка через чайно-дальние родственницы по отцу. Значит, улаживаю я дело о наследстве. Слушай, ты не мог бы выстреливать? Ну, не торопи. Так вот, обнаруживаю ящик, набитый монетами советского чекана. Да-да, только вышедшими из употребления в 61-м году. Замечательные экземпляры, великолепные. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить. Как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевки. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухое к звонкам из института и пелящим речам к авторангу. Когда, покончив с монетами, Вайнгартен вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Ну, конечно, еще масса неясного. Конечно, все это надо еще оформить. Тоже, между прочим, работа немаленькая. Но сомнений нет. Открытие отцы. Открытие вылупилось. Засел я дома, только принялся за работу, как в квартире объявился этот самый рыжий. Какой рыжий? Медно-красный, с очень бледным лицом, в черном костюме какого-то древнего покроя. Пока Вайнгартен беззвучно открывал и закрывал рот, рыжий ловко присел перед ним на край стола и начал говорить о том, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его научной деятельностью. Последняя его работа вызывает особую тревогу. Я уполномочен предложить вам немедленно свернуть вашу работу, а все материалы по ней уничтожить. Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Но как же? Как это свернуть? Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами являются событиями случайными. Мы пытались остановить вас. Остановить? Но зачем? Да, остановить. Нам удалось вас только притормозить, и то ненадолго. И потому мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, но вполне понятные желания. Какие желания? Проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам вот этот небольшой презент. С этими словами Рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии, набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может. Вы, Валентин Андреевич, не единственный землянин, оказавшийся в сфере внимания нашей сверхцивилизации. Среди ваших знакомых есть люди, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Это Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену Валентину Андреевичу давалось на обдумывание трое суток. По истечении трех суток мы будем считать себя вправе применить меры третьей степени. Пока он мне все это излагал, я, отцы мои, думал только об одном. Как этот гад проник в квартиру без ключей? Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю. Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... Вылетел в окно. Никуда он не вылетел, он просто исчез. Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. Ну, это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле. Глаза закрыл, вспоминая его слова, а уставал все внутри, вот дрожит мелкой дрожью. Как поросячий хвост. Думал, прямо тут же вот и помру. Никогда со мной такого не бывало. Эти марки твои просто фальшивки. Или новоделы. Дурак ты! Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову, если бы все это было враньем, или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более-менее достоверный трех. Захар Губарь с детства был большой лентяй и прогульщик, и с тех пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не окончил, ушел из девятого класса. Работал санитаром, потом шофером на мусоровозке, потом лаборантом в Израине, где и познакомился с Вайнгартеном. А сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования я не получил, но с детства страстно увлекался радиолюбительством. Электронику, не поверите, чувствовал душой, спинным мозгом чувствовал. Наверное, поэтому я в ящике своем очень круто пошел вверх. Захар, между прочим, запатентовал несколько изобретений. И сейчас у него два или даже три в работе. Правда, он решительно не знает, из-за какого из них у него неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего. С чем связано? С полезным использованием феддингов. Ведь так, Захар? Угу. Ну, не уверен. Нет, не уверен. Может, и не с этим. Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему, как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Я уже был однажды женат. Самые неприятные воспоминания. С тех пор соблюдаю чрезвычайную осторожность. Но при всем том, он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением, даже с восхищением. И, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда не заводил двух возлюбленных одновременно. Никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы. Никогда никого не обижал. Все было тихо и спокойно до самого последнего времени. А что произошло в последнее время? Неприятности, связанные с пришельцами, начались. С появлением какой-то гнусной сыпи на ногах. Зачем ты? Ну что, зачем? Это правда или нет? Правда. С этой сыпью я сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем. Врач меня успокоил, дал какие-то пилюли. Сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они пошли косяками. Ну иначе не скажешь. Все женщины, с которыми я когда-либо имел дело, они толклись у меня в квартире по двое, по трое. А в течение одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем я решительно не мог понять, чего они от меня хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его. Они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное. Они дрались между собой, как бешеные кошки. Они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к губарю и тоже вели себя непонятно. Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад. Он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу. О работе не могло быть и речи, пришлось взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. В первые дни я пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех чисто личных неприятностей. Сколько это длилось? Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней. И вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нее в автобусе. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста. Вот, возьмите. Огромное вам спасибо. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут. Они очень мило провели время на Рижском взморе и как-то незаметно расстались. Казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу претензий. И вот теперь она явилась. Привела этого мальчика и сказала, что это мой сын. Она уже три года замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любит и уважает. А она пришла, чтобы отдать мальчика? Она не могла объяснить, зачем пришла. Плакала всякий раз, когда я пытался это выяснить. Ломала руки. Видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Она провела в его квартире сутки. Да, да, сутки. Эти сутки в моей разгромленной квартире были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя, как сомнамбула. Она все время говорила что-то. Что? Я понимал только отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Что случилось вчера утром? Она за руку вытащила меня из постели, привела в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать мне на ухо какие-то совершенно непонятные вещи. С древнейших времен существует наземление Китайный полумистический союз девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгошипущие, то ли вообще бессмертные. И занимаются они двумя вещами. Во-первых, они копят и осваивают все достижения. Всех без исключения наук на нашей планете. А во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущие и практически всемогущие. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует. Бороться против них не имеет никакого смысла. Что мне теперь делать? Не знаю. Об этом ты должен догадаться сам. Я знаю только, что все последние неприятности – это предупреждение. И я тоже послана как предупреждение. А чтобы ты помнил об этом предупреждении, мне приказано оставить при тебе мальчика. Кто тебе это приказал? Не знаю. Я вообще больше ничего не знаю. И не хочу знать. Я только хочу, чтобы с мальчиком ничего не случилось, ничего плохого. Умоляю тебя. Не сопротивляйся. Двадцать раз подумай, прежде чем решишься что-нибудь предпринять. А я должна идти. Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. Чего там? Я ему вогнал ума. Куда следует. В три часа я не выдержал. И в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вальке. Ведь он мой самый близкий и самый уважаемый друг. Все равно ничего не понимаю. Не увязывается-то как-то. И не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, 250 лет не было. Вот и сошли все с ума. Каждый по-своему. И мы, может быть... Подожди, Захар. Ты лучше со своими гипотезами пока не лезь. Да что там гипотезы. Заявить надо, куда следует. Вот что я вам скажу. Ну и куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну? Да откуда я знаю? В органы, например, надо заявить. Представляю себе, как ты приходишь, куда следует, и рассказываешь вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливом черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядит тоже достаточно забавно. А что касается меня... Нет, ребята. Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах. А я как-никак последний, кто его видел живым. И вообще, мне ходить незачем. За мной, кажется, и сами придут. Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька, давай. У тебя голова ясная. Давай, излагай. Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю. Тебе прямо сказали, сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь. Правильно. Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос. Кому? Имей наблюдение. Ко мне приходит пришелец. Захару. Агент Союза Девяти. Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится. Где-то я об этом читал, но где? Совершенно не помню, а? Так, где вообще никто не приходит? То есть приходят, конечно, но в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод? Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов. А есть нечто третье. Какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги. Ерунда все это. Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня звезды в газопылевом облаке. У тебя это самое ревертаза, а у Захара вовсе техническая электроника. И Снеговой про это говорил. Знаешь, что он сказал? Где сказал имение, а где вода? Я только теперь понял, что он имел в виду. Это значит, он бедняга тоже над этим голову ломал. Или, может быть, по-твоему, здесь три разные силы действуют? Да нет, отец, ты подожди. Ты не торопись. Все замолчали. А я вот все о Снеговом. Ну, а это ведь надо же. Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный. Нет, отец, ты не торопись. Ты себе представь на минутку, что есть на земле группа существ, существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют. Существо будет хотя бы тот же самый Союз Девяти. Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек себе голову ломают, как и мы. А по всей земле сто тысяч. И как мы боятся признаться. Кто боится, кто стыдится. А кому, наоборот, это и по душе пришлось. То есть, лакомые ведь кусочки подбрасывают-то. Мне лакомых кусочков не подбрасывали. И тоже не случайно. Ты ведь болван, бессеребренник. Ты даже сунуть на лапу кому следовать не умеешь. Ну, ладно, хватит. Поехал проповедить. Нет, ты это брось, отец. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая. Но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение. Может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение. Нет, отец, ты представь себе. Существует на земле раса древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая соперники наши. И что? А то, что ждали они, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытая атака, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать вздор, варварство. Да и опасно это для них самих. Вот они решили осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял? Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу. Захотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а черный страх. Беги отсюда. Спасайся. Брось все, скройся, заройся, затони. Ну ты, прикрикнул он на себя, помнись, идиот. Ну нельзя так, пропадешь. И он сказал с усилием. Понял. Чушь собачья. Почему чушь? Да потому что это сказочка. Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в журнал костер. Чтоб в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил. Так, события с нами имели место? Ну имели. События фантастические? Ну предположим фантастические. Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез? А я про это ничего не знаю. Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую нелю за поем пьете. У меня никаких фантастических событий не было. Я не пьющий. Ты черт возьми! Должен нам верить, если мы, черт возьми, друг другу не будем верить. Тогда вообще все к черту пойдет. У этих гадов может быть весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить. Что мы с ними окажемся каждый сам по себе. И они будут из нас веревки. Видите, как они захотят? Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про черный страх как-то забыл. Ну ладно. Ладно. Ну брось ты, что ты разоряешься? Ну сболтнул я, извини. Губарь смотрел на них со страхом. Наоравший с военгардом вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо из горлышка. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах. Я ведь, собственно, что имею в виду? Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь? Так вот, до чего угодно договориться-то можно. Предложи что-нибудь другое. Не могу. Мог бы, предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами. А какими, например? Ну, я не знаю. Ну, тебя отравить тухлыми консервами. Захара, заразить чем-нибудь. Да и вообще, зачем все эти смертвоубийства, ужасы, если уж они такие всемогущие телепаты, ну, внушили бы нам, что мы все забыли, дальше арифметики, или, скажем, выработали у нас условный рефлекс. Как мы сядем за работу, так у нас понос. Или грипп. Да, сопли текут, башка трещит, экзема. Ну, мало ли что. Все тихо, мирно. Никто бы ничего и не заметил. Вот что, Митька, ты должен понять одну вещь. Одну минуточку. Митя. Ну, подожди, Валя, ну, дай мне сказать. Это же насчет головной боли. Ну, давай, давай, давай. Митя, вы же сказали. Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице, в академическе, что-то там было с кровью. Так вот, познакомился в палате с неким Глуховым, Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в прединфарктном состоянии, но это все не важно. А важно то, что мы вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался мне, что огромная его работа, для которой материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост. Из-за очень странной идиосинкразии, которая вдруг обнаружилась. Стоит ему сейчас писать, это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова. Дарвоты. Да обман. Причем он вполне мог о своей работе думать, читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог. Ну, впрочем, этого я не помню, врать не буду, но вот писать это было невозможно. Я вот сейчас после ваших метислов... Адрес его знаешь? Знаю. Телефон у него есть? Есть, знаю. Ну, давай, вызывай его сюда, это наш человек. Иди ты к черту! Ты с ума сошел? Неудобно же. Может, у него просто такая болезнь? У всех у нас это болезнь. Малька, он же востоковед, он вообще из другой оперы. Из той же, отец, из той же, уверяю тебя, из той же самой оперы. Да нет, не надо. Захар, сидите, не слушайте его. Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия и страха. Давайте лучше вот что сделаем. Давайте, давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы. Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно. Насчет Вечеровского это идея. Вечеровский башка. А, Захар, иди, звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним. Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним. Глуховский башка. Через два часа их было уже пятеро, если, конечно, не считать мальчика. Сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему в торопях по ошибке. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанный Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу, задал несколько вопросов, показавшихся Малянову, да и не только одному Малянову, нелепыми. Например, он ни с того ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова любит ли тот сидеть у телевизора. Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидеть, да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает. Этот Глухов мне нравится. Какой-то он удивительно уютный и невредный, маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками, за сильными большими очками. По приходе Глухов с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет, 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 ничего подобного со мной не было, помилуйте, я даже представить себе такого не могу. А тема? Какая у вас тема? Тема? Ай, боюсь, очень далекая от вас. Культурное влияние США на Японию, опыт количественного и качественного анализа. У вас действительно идиосинкразия. Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия. Я говорил с крупными медиками. Случай, по их словам, редчайший. В общем, с Глуховым, по-видимому, пустой номер. Но все равно хорошо, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего. С аппетитом выпил и хотел еще. С детским удовольствием ел икру. Чай предпочитал Цейлонский. Читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасным недоумением, время от времени неуверенно посмеиваясь. Бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием. То и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами. Да, да, это поразительно. Невероятно. С Глуховым все ясно. Ни новой информации от него, ни тем более советов ждать не приходится. Вайнгартен, как всегда в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он. Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать. За него рассказал Вайнгартен. Из странного своего сына он перестал увечевать вовсе и только болезненно улыбался. И вот они сидели и молчали. Горело расплавленное золото окон в доме быта. Серпик молодой луны висел в темно-синем небе. С улицы доносилось сухое, отчетливое потрескивание. Должно быть, опять жгли старые ящики. Сигареты у кого есть еще? Вот, пожалуйста. Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Ёлки-палки. А чего мы, собственно, от него ждем? Ну, математик. Ну, крупный математик. Ну, допустим, даже очень крупный математик. Мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу, заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю. Уж он-то нас выведет. Ну, вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются. Как видите, наметились, по крайней мере, две позиции. Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы. Я же полагаю, что мы имеем дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное подобным. Фантастическое, фантастическое. Ведь нет, чтобы просто и честно сказать. Дядя, голубчик, заблудились, выведи. Нет, ему, понимаете, резюме нужно. Мы ей сами не лыком шиты. Ну и сиди теперь, как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти, теперь уже на левой руке. И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснять фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания, ну, назовем так, сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения нового разума. Намного порядков более могущественного, нежели человеческий. Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным видом. Почему им понадобилось останавливать именно ваши исследования? Вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дело состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодавляющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некой сверхцивилизации. И эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению. Да, Фив, да подожди! Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тыщется в нас, как слепой котенок? Зачем тебе это бессмыслиться? Этот мой следователь, да еще с коньяку, бабы эти Захаровой. Где основной принцип разума, целесообразность, экономичность? Это частности, Дима. Зачем мерить нечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом представь себе, с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разума. Или, например, какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки? Ну, не знаю. Нелепо это все как-то. Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества. Ну, возможно, не о судьбе человечества в роковом смысле этого слова. Однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию Ревертазы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще. Или я ошибаюсь? Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгартен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах. Да что я говорю? О перспективных направлениях вообще. Предстоит драка. Их оружие тайна, следовательно, наше оружие гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Посвятить в события своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фантазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны, достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным. Вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить нескольких крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными. Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности. Он очень четко определил, кому должен обратиться Малянов, кому Вайнгарден. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем больше уныния охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже неприличным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю, сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизованному супостату, вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский, вот тебе и башка. Видно, тоже здорово перепугался бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. Вообще-то мы сами виноваты. Вечеровский то, Вечеровский сё, Вечеровский башка. А Вечеровский просто человек. Умный человек, конечно. Крупный человек. Но не более того. Пока речь идет об абстракциях, он силен. А вот как жизнь матушка подопрет, обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вайки. А меня даже толком выслушать не пожелал. А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом. А когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет. Уж не воображаете ли вы, Вечеровский, что имеете дело с полными идиотами. Может быть, у вас, у Вечеровского, есть в запасе пары авторитетных и в то же время полоумных академиков, которые после полубанки способны встретить такую вот информацию с энтузиазмом. Лично у меня подобных академиков нет. У меня есть старый друг Митька Малянов, от которого я, конечно же, мог бы ожидать определенного сочувствия. Тем более, что сам Малянов ходит в пострадавших. И что же? Встретил он мой рассказ с энтузиазмом, с интересом, сочувствием, может быть, черта с два. Подожди, Валя. А что ждать-то? Можно подумать, что все было по-другому. Именно так и было. Первое же, что ты сказал, что это я все вру. И, между прочим, он, Малянов, по словам, прав. Мне даже страшно подумать, обращаться с таким рассказом к своему шефу. Скажем, хотя шеф, между прочим, человек еще вовсе не старый, отнюдь не закоснелый и сам склонный к некому благородному сумасшествию в науке. Санитары приедут и заберут. Это же ясно. И вам-то еще ничего. А мне ведь с сексуального маньяка вдобавок любили. Да подожди, Захар. Нет, Фил, честное слово, я вас просто не узнаю. Ведь мы тут же кончимся, как ученые, немедленно. Рожки до ножки останутся от нашего реноме. А потом, черт побери, если предположить даже, что нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из Академии, ну как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто рискнет? Это же черт знает, как человека должно прожечь, чтобы он рискнул. А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники... А-а-а. Смотри-ка, Меська, погорячее. Гластость, гластость, а знаете ли, палка о двух концах. Вайнгартен принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу. Ну, кому еще налить? Правильно, Валька сказал. Реноме ученого – это вещь очень нежная. Одна неудачная речь, и где оно, твое реноме, Филипп Павлович? Малянов старался не смотреть на Вечеровского. Ужасно было жалко его, и ужасно неловко за него. Вечеровский скорчился в кресле, опустив лицо в ладони. Это было невыносимо. Понимаешь, Фил, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше. Неземное, я имею в виду. Наши ведь ни во что такое не поверят. Оно ведь, знаешь, когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим. Вот тут мы объединимся. Да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем. В точности так. Чаек какой! Просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич, давно такого не пил. Да-да-да, конечно, все это трудно, неясно. А с другой стороны, небо, месяц. Смотрите, какой чаек, сигаретка. Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа. А какое вам, собственно, до этого дело? Мне? Да, вам. Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам. Не подглядывайте? Пейте чаек, смотрите телевизор. Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь, оно, чтобы любоваться. Ты хитрец. Малянов подумал было, что это он про Глухова. Оказалось, нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. Тише, тише. Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу. Развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его успокоилось. Итак, я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводит нас гипотеза легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах мирового океана и вообще любой разумно действующей силы. Вот стервец. Это же надо, как он всех нас купил. Зачем? Что за спектакль? Был бы очень хорошо, если бы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов. Обратите внимание, для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения, хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. И это не дало нам ничего. Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла, но я бы сказал, тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу Бога или иные. Вывод? Ты что же это? Нарочно нас разыграл? А что мне оставалось делать? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите. Вы понимаете? Сгорел у вас дом или разбил его ураганом? Или унесло наводнением? Вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что ничего интересного с вами не произошло. Вам надо думать о том, как теперь вести себя. А думать об этом гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни даже все прогрессивное человечество. Но об этом Валя достаточно хорошо говорил. Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно небрежный, как на дипломатическом приеме. Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через 5-6 лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни, последним. Ну почему? Ну почему именно со мной? С нами? Потому что век наш весь в черном. Он носит цилиндр высокий. И все-таки мы продолжаем бежать. А затем, когда бьет на часах бездействие час и час отстранения отдел поседневных, тогда приходят к нам раздвоения, и мы ни о чем не мечтаем. Тьфу на тебя! Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, совершенно скосив глаза на огонек. Действительно, не все ли равно, какая именно сила, если она заведомо превышает человеческую? Тля, на которой упал кирпич, или тля, на которой упал двугривенный? Только я не тля. Я могу выбирать. Выбирать. Легко сказать выбирать. Легко сказать выбирать. Да ясно же. Неужели не ясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать. Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки. Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими, диффузными газами. Жить надо. Любить надо. Природу ощущать надо. Ощущать. А не ковыряться в ней. Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю, это мой друг. Мы существуем друг для друга. Мы друг другу нужны. Сейчас? Простите. А ведь мы с вами знакомы, Владимир Семенович. Помните? Эстония, школа мат-лингвистики, финская баня, пиво. Да, да. Вы были тогда совсем другим. Ну, так когда это было? Бароны, знаете ли, стареют. Бароны так же и воюют. Не так уж давно это было. Ну, знаете. Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было. Что-то неприятное. Неспроста они друг другу это все говорили. А Захар, видимо, понял. Понял как-то по-своему. Какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре. Какое-то оскорбление. Что-то. Потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти, выкликнул, обращаясь к Вечеровскому. Снегового-то они убили. Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать. Вас-то они за горло не взяли. Вам хорошо. Да, мне хорошо. Мне хорошо. И вот Владимир Семенович тоже хорошо. Правда, Владимир Семенович? Маленький, уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова развел руками. Прошу прощения, друзья, но мне пора идти. Уже поздно. Да и нам пора. Пойдем, Захар. Пойдем. Может быть, хочешь переночевать у меня? Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в общую комнату, некоторое время двигался там, вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол. Вообще-то, после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить как-то неловко, прям, скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают. Терпеть не могу, ночевать в чужих домах, даже у друзей, даже у Вечеровского. Малянов вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней волшебный напиток а-ля Вечеровский. Не на ночь же его пить. Кофе можно выпить утром. Малянов домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом. Молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол. Фил порядок навел. Книги стопочкой, недельной пыли и следа не осталось, карандаши и ручка рядом с календарем. И как он ухитряется при этом оставаться элегантным и подтянутым без единого пятнышка. Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Вечеровский тихо гладил каляма длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном. Он линяет. Неважно. Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного глухого, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе, не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некой эксцентрической повестью. И если это даже действительно произошло, то давно. И не происходило, собственно, а только начало происходить. А потом перестало. Слушай, неужели они Снегового убили? Кто? Снеговой, судя по всему, застрелился. Не выдержал. Чего не выдержал? Давление. Сделал свой выбор. Это была неэксцентрическая повесть. Малянов опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри. Забрался в кресло с ногами, обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я. Это ведь со мной происходит. Не с Иваном Царевичем, не с Иванушкой Дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо. Слушай, что там у тебя с этим Глуховым? Странно, вы с ним как-то говорили. Он меня разозлил. Чем? Не смеет оставаться один. Понимаю. Меня злить не то, как он сделал свой выбор. Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочет, чтобы другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит. Ты хочешь сказать, что Глухов тоже под давлением? Он был под давлением. Теперь он раздавлен. Подожди, подожди, позволь. А ты не понял? А вот Захар понял. А между тем, по сути сам. Человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора. Сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма. И вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям. Для чего? Для чего? Вот и я тебя спрашиваю. Для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? А потом, я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу. Сначала я его просто пожалел. Но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило. Малянов снова изо всех сил сжался в комок. Вот значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя, вырожденный дух не выдержал. Ёлки-палки. Но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит. Значит, ты и Снегового осуждаешь? Я никого не осуждаю. Только ты же вот бесишься по поводу Глухого. Ты меня не понял. Меня бесит вовсе не выбор Глухого. Какой я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один без помощи, без надежды? Понимаешь меня? Умом понимаю. Малянов хотел добавить еще о том, что и Глухого можно вполне понять, а поняв, простить. Но вдруг почувствовал, что не может больше говорить. Его трясло. Без помощи и без надежды. Без помощи и без надежды. Почему я? За что? Что я им сделал? В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать. Он очень сильно переменился. Это ведь был этакий живчик, энергичный, крикливый, ядовитый. Никакого русоизма, никаких рюмочек. Еще вчера я был человеком, членом социума. У меня были свои заботы и свои неприятности. Но пока я соблюдал законы, установленные социумом, а это было вовсе не так уж трудно, пока я соблюдал эти законы, меня от всех мысленных опасностей надежно храняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья. Семья, наконец. И вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щеля. Вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо. Достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в пашок, расплющить, обратить в ничто. Меня раздражает поведение глухого после выбора. И мне дано понять, что пока я сижу в этой щели, меня не тронет. Даже еще страшнее. Меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада. И волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем. А стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше. Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная разрушительная агрессия из космоса, из недорокеана, из четвертого измерения, насколько бы мне было легче. Я был бы одним из многих. Мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах. А так я буду подъебать у всех на глазах и никто ничего не заметил. Слава Богу, что хоть Ирки здесь нет, слава Богу, что хоть ее это не касается. Бред. Бред. Не раздражается уведение глухого после выбора. Повторяю, он стыдится своего выбора и поэтому, только поэтому, старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того могучую силу. Малянов изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузионной материей? По-видимому, да. Слушай, Фил, ну в этом нет никакого смысла. Нет, с человеческой точки зрения никакого. Но ведь люди как раз ничего не имеют против твоих занятий. А кто имеет? Опять 25 за рыбу деньги. Слушай, ну и все к черту. Давай чаю попьем. Малянов очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое. Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего я думаю, скармливать в Вайнгартену? Давай. С удовольствием. Знаешь, вот так думаешь, 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 в глазах же черно становится. Нельзя так, ну нельзя. Все, такие вот штуки загубились снегового. Я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один, как перст. Все лампы зажег. Ну что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал... Думал я вот так, думал, а потом щелкнуло. Что-то в голову и конец. Чувствую, юмора терять нельзя. Вот что. Это ведь на самом деле смешно. Такая мощь, такие энергии, и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли. Нет, правда. Ты в это вдумайся, Фил. Смешно ведь, верно? Ну, ты знаешь, Дим, вот юмористический аспект положения никак-то в голову не приходил. Нет, правда. Ну, как представишь себе. Вот собираются они там и начинают считать. На исследование кольчатых червей мы бросаем 100 мегаватт. На проталкивание такого до проекта 75 гигаватт. А на запрещение Малянову хватит и 10. А кто-нибудь там возражает. Десятки, дед, мало. Надо ведь телефонными звонками его заморачить раз. К нейку ему с бабой подсунуть два. Нет, как хочешь, это смешно. Да, это довольно смешно. Не очень. Воображение у тебя, Дим, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своей пузырей додумался. Какие пузыри? Не было никаких пузырей и не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник. Ничего я не видел, ничего не слышал. Маруха Нинка подтвердит, не было меня там. И вообще у меня плановая тема инфракрасный спектрометр, а все остальное интеллигентская вылазка Галилея в комплекс. Ну ладно. Убогое воображение, пожалуйста. Но согласись, если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали. Блюдчики дурацкие выдумывали. Баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали. Я, между прочим, всегда был уверен, что когда они наконец объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали. А кто это они? Пришельцы. Или, выражаясь по науке, сверхцивилизации. А, понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на девицу со странным поведением. Ладно, ладно. У меня воображение убогое, а у тебя его видно и совсем нет. Пожалуй. Но я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флагистон, например, он же теплород. Или, скажем, всемирный эфир. Не-не-не, ты завари свежий, пожалуйста. И не жалей заварки. Сам знаю. Так что ты там насчет флагистона? Я никогда не верил в флагистон. И я никогда не верил в сверхцивилизацию. И флагистон, и сверхцивилизация все слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно, животное. Не от разума, а от неразумия. Позволь. Ну, ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией. Отнюдь. Точнее, отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, Чтобы наставить вас на путь истины Подожди, а где же конфеты? А, вот они Видал? Пиковая дама Привет от сверхцивилизации Да Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил Да, ты что же Даже после всего утверждаешь? Утверждаю Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций Не существует А теперь после всего, как ты выразился Я догадываюсь, почему не существует Подожди, подожди Почему и так далее, это все теория А ты мне вот что скажи Если это не сверхцивилизация Если это не пришельцы в самом широком смысле этого слова Тогда кто? Я разозлился Ты знаешь что-нибудь? Или парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу Что нам голову морочишь? Я? Нет Даже невооруженным глазом видно, что Вечеровский не занимается парадоксами и не морочит нам голову Лицо у него серое и утомленное Какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение проступает на лице Или может быть упрямство Жестокое, яростное упрямство Он даже на себя перестал быть похож У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое Сонное аристократическое тухлецо А тут оно буквально на глазах все словно окаменело Мне страшно Создается впечатление, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать И вовсе не потому он приглашал меня переночевать у него А давеча посидеть у него и поработать И хотя мне очень страшно, мне жаль его Жалость эта ни на чем, собственно, не основана Только на каких-то мутных ощущениях Да на том, как вдруг переменилось его лицо Малянов вдруг вспомнил ни с того ни с сего Что года три назад Вечеровского положили в больницу Но ненадолго, скоро выписали Неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли Я об этом узнал только прошлой осенью Я ведь встречался с ним каждый божий день Пил у него кофеек Слушал его марсианское уханье Жаловался ему, что фурункулы одолели И ничего, ничегошеньки не подозревал Охваченный неожиданной жалостью Малянов не удержался и сказал то, чего не следовало, наверное, говорить Хотя знал заранее, что говорить это бессмысленно Толку от этого никакого не будет Фил, а ты что, тоже под давлением? Конечно, Вечеровский не обратил на вопрос Малянова никакого внимания Просто не услышал его Напряжение ушло с его лица Снова утонуло в аристократической одутловатости Рыжие веки наползли на глаза И он усиленно засопел потухшей трубкой Я вовсе не морочу вам голову Вы сами себе морочите голову И это же вы придумали свою сверхцивилизацию И никак вы не поймете, что это слишком просто В современной мифологии не более того У меня мурашки поползли по коже Еще сложнее Еще, значит, хуже Куда ж больше Ты ведь астроном Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии Ну, знаю Всякая цивилизация в своем развитии С высокой вероятностью Да, и так далее Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности Но мы этих следов не наблюдаем Почему? Да потому что сверхцивилизации не бывает Потому что превращение цивилизации в сверхцивилизацию Почему-то не происходит Ну да Разум губит себя в ядерных войнах чушь всего Конечно, чушь Тоже слишком просто Слишком примитивно В сфере привычных представлений Слишком просто Слишком примитивно Подожди Что ты затвердил как попугай? Примитивно? Примитивно? На самом деле все, наверное, совсем не так просто Генетические болезни Какая-нибудь усталость от бытия Не знаю Целевая переориентация Об этом же целая литература существует Или, пожалуйста, наш случай Чем не проявление? Они обнаружили, что земляне на пороге космоса И, опасаясь соперничества, решили это прекратить Так? Почему бы и нет? Да потому что это роман Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках Ну, смотри, как у нас забавно получается Казалось бы, два часа назад Обо всем договорились Не важно, какая сила на вас действует Важно, как вести себя под давлением Ну, да Да? И ты еще говоришь «да»? Но я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь Ты упорно снова и снова возвращаешься К попыткам идентифицировать эту силу При этом упорно возвращаешься к гипотезе Сверхцивилизации Я понимаю, почему это с тобой происходит Где-то в подсознании у тебя сидит идейка Что любая сверхцивилизация Это все-таки цивилизация А две цивилизации всегда сумеют между собой Как-то договориться И уж в самом худшем случае Сладко покориться этой враждебной Но импозантной силе Благородно отступить перед противником Достойным победы А там чем-чет не шутит Может быть и получить награду За свою разумную покорность Ты не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза Я ведь говорю Это у тебя в подсознании И разве только у тебя Это же очень-очень человеческое От Бога отказались Но на своих собственных ногах Без опора, без какого-нибудь костыля Стоять еще не умеем А придется Придется научиться Потому что у вас в вашем положении Не только друзей нет Вы до такой степени одиноки Что у вас и врага нет Малянов пытался переварить Эту неожиданную речь Пытался найти аргументы Чтобы возражать Оспаривать С пеной у рта Доказывать Что? Не знаю Он прав Уступить достойному противнику Это не позор То есть это Не он так думает Это я так думаю То есть не думаю А только сейчас подумал После того, как он об этом сказал Но ведь у меня и на самом деле Было ощущение Что я генерал разбитой армии И брожу под градом ядер В поисках генерала-победителя Чтобы отдать ему шпагу И при этом Меня не столько угнетает само поражение Сколько то проклятое обстоятельство Что я никак не могу найти этого супостата Как же так нет врага? Кому-то ведь все это понадобилось? А кому понадобилось, чтобы Вблизи поверхности земли Камень падал с ускорением в 9,81? Не понимаю Но ведь он падает именно так Да И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши Чтобы объяснить этот факт Подожди Причем здесь Ты хочешь сказать, что мы имеем дело С каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы? Если угодно Ну, знаешь ли, голубчик А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов Попробуй все-таки поставить в центр не землю, а солнце Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится То есть, у тебя есть своя гипотеза Изложи Кстати, почему ты не изложил ее сразу? Когда здесь был Вайнгард Ну, видишь ли Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает сюда массу споров А мне вовсе не хотелось бы спорить А чего бы тебе хотелось? Убедить нас в том, что мы поставлены перед неким выбором И выбор этот должны сделать в одиночку сами Вот именно А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу Но не могу сказать, что я осознал ее до конца Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня Но с другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось Более того, в нее укладывалось вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной И в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы Если бы существовал только закон неубывания энтропии Если бы существовал только закон неубывания энтропии Возорился бы хаос Но с другой стороны Если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум Структура мироздания тоже нарушилась бы Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше Оно бы просто стало другим Ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель Изменение природы природы Поэтому сама суть закона Вечеровского состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума Поэтому нет и не может быть сверхцивилизации Ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию Мироздание защищается Не спрашивай меня, почему именно в Изглуховом оказались первыми ласточками грядущих катаклизмов Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших равновесие в том уголке мироздания, где в Изглуховом затеяли свои сакраментальные исследования Вообще не спрашивай меня о механизмах действия этого закона, я об этом ничего не знаю Так же, как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется Просто все процессы происходят так, что через миллиард лет ваши Изглуховом работы, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад И которому вы, Изглуховым, сами того не подозревая, угрожаете своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию Слушай, если все это так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они моей М-полости Выбор, да какой тут может быть выбор? Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа Он очень долго, изнурительно долго молчал Малянов ждал, потому что шестым чувством понимал Не может Вечеровский бросить его вот так Никогда бы этого не сделал Никогда бы ему всего этого не рассказал Если бы не существовал какой-то выход Какой-то вариант Какой-то все-таки, черт возьми, выбор И вот он кончил сандалить свой нос И снова надел очки Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти И я с полпути повернул обратно С тех пор все тянутся передо мной Кривые глухие окольные пути Ну? Повторить? Ну, повтори Вечеровский повторил Малянову захотелось заплакать Он торопливо поднялся Налил чайник И снова поставил его на газ Хорошо, что чай на свете есть Давно бы уже пьяный под столом валялся Я все-таки предпочитаю кофе И тут Малянов услышал Как в замке входной двери Поворачивается ключ Малянов побледнел Или даже посинел Спокойно, Дима, спокойно Я с тобой Калямушка Димка Ирка Малянова вынесла в коридор И он схватил Ирку в охапку Стиснул ее Прижался Ирка Малянов вдохнул запах знакомых духов У нее были мокрые щеки И она тоже бормотала что-то странное Ой, ты живой, Господи Потом они опомнились Во всяком случае Малянов опомнился То есть до него дошло, что она бормочет И его аморфный деревянный ужас Сменился вполне конкретным житейским испугом Он поставил ее на ноги, отстранился Вгляделся в заплаканное лицо Что я только не думала, Димка? Подожди, что случилось, Ирк? Почему ты здесь? А Бобка? Она не слушала его Она цеплялась за его руки И лихорадочно шарила мокрыми глазами по его лицу Ой, я же чуть с ума не сошла Я думала, что уже не успею Ой, да что же это такое? Не разнимая рук, они протиснулись в кухню Он усадил ее на свою табуретку А Вечеровский молча налил ей крепкого чаю Прямо из заварочного чайника Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник На ней лица не было Она так осунулась, что Малянов с трудом ее узнавал Глаза были красные Волосы растрепаны, торчали космами С Бобкой что-нибудь? С Бобкой? Причем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла Что здесь произошло? Ты болел? Ты же здоров, как бык Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла И захлопнул рот Ничего было не понять Ты получила что-нибудь дурное про Диму? Нет, вы посмотрите Посмотрите, что я получила Господи, ну где же это? Да, вот! Димой, плохо торопитесь успеть Снеговой Как снеговой? Почему снеговой? Так, отправлено сегодня утром Когда отправлено? Сегодня утром В 10 часов 22 минуты Господи! Да что же он подшутил надо мной так? Малянов не мог заснуть Собственно, было уже утро На улице было совсем светло И в комнате, несмотря на задернутые шторы Тоже было светло Некоторое время Малянов лежал неподвижно Гладил коляма, растянувшуюся между ними И слушал тихое, ровное дыхание Ирки Она всегда спала очень крепко И с большим аппетитом Не было на свете таких неприятностей Которые могли бы вызвать у нее бессонницу По крайней мере, до сих пор не было Тошное, маятное оцепенение Которое навалилось на Малянова С того момента, когда он прочитал И понял, наконец, телеграмму Не покидало его Все мускулы были сведены Словно судорогой И внутри, в груди и в животе Лежал огромный бесформенный холодный ком Ни с того ни с сего Мне представился вдруг мертвый снеговой Как он идет в огромной полосатой пижаме По московскому Грузный, холодный С запекшейся дыркой в большом черепе Как он входит в почтовое отделение И встает в очередь к телеграфному окошку В правой руке у него пистолет А в левой телеграмма И никто вокруг ничего не замечает Приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму Выписывает квитанцию И, не вспомнив о деньгах, произносит Следующий Малянов сел за стол Снова вытащил свои бумаги И начал работать Первое время он ждал, что под столом у него разорвется какая-нибудь бомба Или в окно заглянет в синяя рожа с веревкой на шею Но ничего этого не происходило И он увлекся Он работал и работал с удовольствием Но с каким-то непривычным удовлетворением Никогда раньше он ничего подобного не испытывал И некий сторож у него в мозгу Пока он работал внимательно и чутко Прослушивал и просматривал все вокруг Помнил, что ничего не кончилось Все продолжается И что тут же под рукой в ящике стола Лежит устрашающий молоток с топориком И шипастым набалдашником И в какой-то момент этот сторож заставил его поднять голову Потому что в комнате что-то произошло Собственно, ничего особенного не произошло Перед столом стояла Ирка И молча смотрела на него Нет, все-таки что-то произошло Что-то совсем уж неожиданное и дикое Иначе глаза квадратные, губы припухшие Что ты, Ир? Что случилось? Что это такое? Это губная помада Холодея от ужасных предчувствий Он вертел в руках золотой патрон И ничего не понимал Что за черт? Причем здесь помада? Не прикасайся ко мне Ирка, Иришка, тебе плохо? Животное Скорую помощь не поможет? Не поможет Причем здесь скорая помощь? Валерьянке, брому Господи Лицо-то у нее какое Теперь все понятно И телеграмма эта Понятно И все Докатились Докатились Врача Кто она? Ирка, моя маленькая, врача Ирка больше не смотрела на Малянова Она смотрела в окно и курила Поминутно затягиваясь Ладно, не будем Ты сам всегда говорил, что любовь Это договор У тебя всегда это очень красиво получалось Любовь, честность, дружба Словно шаровая молния лопнула в голове Я все понял Ирка, Господи Как ты меня напугала Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать Потому что она вдруг повернула к нему лицо Бледное, милое, заплаканное лицо И посмотрела на него с таким ожиданием С такой надеждой Что он сам чуть не разревелся Он больше уже не мог Он больше не захотел держать это при себе И обрушил на нее всю лавину ужаса И сумасшествия последних двух дней Они уже сидели в большой комнате Перед распахнутым окном Она в кресле Он на ковре рядом Прижавшись щекой к ее колену Они сидели неподвижно И она тихонько гладила его по волосам А он Он испытывал огромное облегчение Димка Ты только не должен на меня оборачиваться Ты должен так решать Как будто меня нет Потому что Я все равно Буду с тобой всегда Что бы ты ни решил Ты меня прости Но в голове у меня это никак не укладывается Нет, я верю тебе, верю Только как-то Уж очень странно все это получается Может быть, все-таки Какое-то другое объяснение поискать Более, ну, что ли Попроще что-нибудь Попонятнее Мы искали Нет, я, наверное, не то говорю Вечеровский, конечно, прав Ну, не в том прав, что это природа Он в том прав, что дело-то не в этом Действительно, какая разница Как мне страшно за себя Как мне страшно за меня Как мне страшно за нас обоих вместе Но повторять это, конечно, было бы бессмысленно И даже, наверное, жестоко Ему казалось, что если бы ее не было на свете Он бы точно знал, как ему поступить Но она была Она гордится мной Всегда гордилась Я ведь человек довольно скучный Не слишком-то удачный Но я был когда-то хорошим спортсменом Всегда умел работать Голова у меня ларит И она всем этим гордилась Я же видел, как она смотрит на меня иногда Даже и не знаю Как бы она в действительности Отнеслась к моему Превращению в медузу Помнишь, мы с тобой когда-то радовались Что все экзамены теперь позади И ничего сдавать больше не придется До самой смерти Оказывается, не все Оказывается, остается еще один Да Только это такой экзамен, что никто не знает Пятерку лучше получить Или двойку И вообще неизвестно За что здесь ставят пятерку А за что двойку Динка А ведь, наверное, ты действительно Какую-то великую штуку выдумал Если они так за тебя взялись На самом деле тебе гордиться надо И вообще всем вам Ведь сама госпожа вселенная На вас внимание обратила И совсем не важно Какое решение ты примешь Важно, что ты оказался способен На такое открытие Ты мне хоть расскажешь О чем там речь Или это тоже нельзя Не знаю Что же это она Утешает меня Или действительно так думает Или самая бедняжка Напугана до того Что подталкивает меня на капитуляции Или просто золотит пилюлю Которую мне Она уже точно знает Придется проглотить Свиньи они Только им все равно Нас не разлучить Правда? У них это не получится Верно, Димка? Конечно Гроза уходила Туча, неторопливо свертываясь Уплывала на север Открывая затянутое серой нглой небо С которого лился уже не ливень Осыпал мелкий серенький дождик Дождик я привезла А эта думала Мы с тобой в солнечное Закатимся в субботу До субботы еще далеко Может и закатимся Все было сказано Теперь надо было говорить О солнечном О книжных полках для бобки О стиральной машине Которая опять сдохла Обо всем этом О ней поговорили И была иллюзия Обычного вечера И чтобы продлить И усилить эту иллюзию Было решено Выпить чайку Они прекрасно попили чайку Это был настоящий чай Чай как напиток Разговаривали о чем угодно Кроме самого главного Интересно О чем сейчас думает Ирка У нее такой вид Словно она уже успела Забыть весь этот ужас Сказала мне все Что думает по этому поводу И теперь С облегчением забыла Снова оставив меня Один на один С моим выбором Я буду гладить А ты сиди рядом И рассказывай мне Про что-нибудь веселое Открываю Телеграмма Прошу расписаться Да, конечно Давайте Спасибо Пожалуйста Я знал Что ничего хорошего Ждать нельзя Ира На, вот Почитай Малянов направился Прямо к своему столу Он собрал листки Разложил их по порядку И сунул в общую тетрадь Затем он достал Новенькую папку для бумаг Вложил туда все Завязал тесенки И не присаживаясь Написал на обложке Чертежным шрифтом Д. Малянов К вопросу О взаимодействии звезд С диффузионной материей В галактике Перечитал Подумал И густо зачеркнул Д. Малянов Потом он взял папку Под мышку И пошел вон Я к Вечеровскому Скоро вернусь На площадке шестого этажа Он остановился И посмотрел во двор Огромное дерево Влажно поблескивало Черной листвой И двор был пуст И блестели рябые От дождя лужи Он никого не встретил На лестнице Только между седьмым И восьмым этажом Сидел скорчившись На ступеньках Как какой-то маленький Жалкий человечек Положив рядом с собой Серую старомодную шляпу Он осторожно обошел его И стал подниматься дальше Не ходите туда Дмитрий Алексеевич Ну, Глухов Что он здесь делает Не ходите туда сейчас Не надо Чем у него вымазано лицо Что-то черное Грязь, не грязь Сажа, не Сажа Очки перекушены Еще одна папка Белая Еще один флаг капитуляции Понимаете? Капитулировать Всегда неприятно В прошлом веке Говорят Даже стрелялись Чтобы не капитулировать Не потому Что боялись Пыток Или концлагеря И не потому Что боялись Проговориться Под пытками А просто было Стыдно Да, конечно Конечно Ведь человеку Очень неприятно Осознать Что он совсем Не такой Каким всегда Раньше себе Казался Он все хочет Остаться таким Каким был Всю жизнь А это невозможно Если капитулируешь Вот ему и приходится И все равно Разница есть В нашем веке Стреляются Потому что Стыдятся перед другими Перед обществом Перед друзьями А в прошлом А в прошлом веке Стрелялись Потому что Стыдились перед собой Понимаете? В наше время Почему-то считается Что сам с собой Человек всегда договорится Не знаю Что произошло Может быть Потому что мир Стал сложнее Может потому что Теперь кроме таких Понятий Как гордость Честь Существует Еще множество Других вещей Которые могут служить Для самоутверждения Он смотрит на меня Как-то не так Как-то выжидательно Чего он ждет Не знаю Не знаю Может быть Я тоже не знаю Казалось бы Опытный капитулянт Сколько времени Думаю об этом Только об этом Сколько Убедительных доводов Перебрал Вот уж и успокоишься Вроде бы И убедишь себя И вдруг Заноет Конечно Двадцатый век Девятнадцатый век Разница есть Но Раны Остаются ранами Они заживают Рубцуются И вроде бы ты о них Уже и забыл вовсе А потом Переменится погода Они и Заноют Уж так-то всегда было Во все века Я понимаю Я все это понимаю Но ведь есть раны И раны И иногда чужие раны Больнее Почему мы так мучаемся Я Не могу разобраться Малянов молчал Вялым Расслабленным движением Глухов Нахлобучил Свою смешную шляпу Ну что ж Прощайте Дмитрий Алексеевич Мы наверное Никогда Больше с вами Не увидимся Но все равно Было очень приятно С вами познакомиться Да Малянов стоял И слушал Как он шаркает По ступенькам Спускаясь Все ниже И ниже Слушал до тех пор Пока глубоко Внизу не заскрипела Распахиваясь дверь И снова стало тихо Он поправил папку под мышкой Миновал последнюю площадку И придерживаясь за перила Отдолел последний пролет У дверей Вечеровского Он постоял прислушиваясь Кто-то там был Бубнили голоса Незнакомые Наверное надо было вернуться И прийти попозже Но у Малянова Не было сил на это Надо кончать И кончать немедленно Кто там? Это я Открой Подожди Малянов невольно отшатнулся И отступил на шаг Такого Вечеровского Он еще не видел никогда Заходи Ты все-таки принес Я этого ждал Правда не так быстро Кто у тебя? Никого Нас двое Мы и вселенная Извини Я все-таки уноюсь Вечеровский ушел А Малянов Малянов присел на ручку кресла И огляделся У комнаты был такой вид Словно здесь взорвался Гортуз черного пороха Пятна черной копоти на стенах Тоненькие ниточки копоти Плавающие в воздухе И какой-то желтый Неприятный налет на потолке Паркет изуродован Обугленными Вдавленными Странной округлой формы И огромное Обугленное Вдавлено На подоконнике Словно на нем Разводили костер Да Здорово Вечеровскому досталось Малянов посмотрел на стол Стол был завален Посередине была раскрыта Одна из огромных Редакторских папок Вайнгартена А другая лежала сбоку С завязанными тесенками И еще лежала Старомодная Сильно потертая папка С крышкой под мрамор С ярлыком На котором было напечатано На машинке США-Япония Культурное воздействие Материалы И были разбросаны листки Изрисованные Какими-то Электронными схемами На дно было написано Корявым старушечным почерком Губарь ЗЗ Они же Печатными буквами Фединги А с краю лежала его Маляновская Новенькая белая папка Он взял ее И положил себе на колени Дима Иди сюда Кофе будем пить Однако Когда Малянов пришел на кухню Никакого кофе там не было А посередине стола Стояла бутылка коньяка И два бокала Уникальной формы Вечеровский успел Не только умыться Но и переодеться Омытое лицо Его было необычайно бледным И было в его лице Еще что-то непривычное Кроме этой бледности И только приглядевшись Малянов понял Что брови и ресницы у него Сильно опалены Да Вечеровскому досталось Основательно Ну Для успокоения нервов Прозит Ты не задаешь вопросов У меня нет никаких вопросов Никому Ответ есть Да и то один единственный Слушай Ведь они тебя убьют Не думаю Промахнуться Ну вот Теперь когда нервы Успокоены Мы можем выпить кофе И все обсудить Мне нечего обсуждать У меня бобка И эти его собственные слова Вдруг словно Включили в нем что-то С того момента Как он прочитал телеграмму Все мысли и чувства Были у него как бы Анестезированы А сейчас вдруг Разом разморозились Заработали вовсю Вернулся ужас Стыд Отчаяние Ощущение бессилия И он с невыносимой ясностью Осознал Что вот именно С этого мгновения Между ним и Вечеровским Навсегда пролегла Дымно-огненная Непроходимая черта У которой он Малянов Остановился На всю жизнь А Вечеровский Пошел дальше И теперь Он пройдет Сквозь разрывы Пыль и грязь Неведомых Малянову боев И скроется В ядовито-алом Зареве Да будь она Проклята Та минута Когда всплыли В моей дурацкой башке Эти проклятые М-полости Я собираюсь уехать отсюда Из института Скорее всего уйду Заберусь куда-нибудь подальше На Памир Я знаю Там нужны метеорологи На осенне-зимний период Что ты понимаешь Метеорологи Дурацкое дело Не хитро Там никакой особой Квалификации Не требуется Ну и глупо Что именно Глупая затея Думаешь Они тебя там не найдут Найдут Как миленького А что ты предлагаешь Выброси все это В мусоропровод И в айнгартовскую Ревертазу И весь этот Культурные обмены Все выброси И занимайся своим делом Ты же первый В Европе У тебя есть Твоя работа Так работай Работай Черт тебя побери Зачем тебе понадобилось Связываться с ними Значит Ты так и не понял Моя работа За мою работу Они меня лупят Уже вторую неделю Все таки я умею Владеть собой А Да провались ты Пижон Есть в тебе что-то От Вайнгартена Есть и не только От Вайнгартена От тебя От Захара От Глухого Я тебя вероятно Раздражаю Да Это естественно Но тут ничего Не поделаешь Я хочу все таки Объяснить тебе Что происходит Мы имеем дело С законом природы Воевать против Законы природы Глупо А капитулировать Перед законом природы Стыдно В конечном счете Тоже глупо Законы природы Надо изучать А изучив Использовать Этим я и собираюсь Заняться Не понимаю Мы привыкли Что мироздание Предельно Неатропоморфно Что нет Ничего Менее похожего На человека Чем мироздание И мы не привыкли Чтобы законы природы Проявлялись Таким странным образом Природа Умеет Бить током Сжигать огнем Заваливать камнями Морить чумой Мироздание Проявляет себя Полями и силами Полями сил А мы? А что мы? Мы не привыкли Видеть Среди орудий Природы Рыжих карликов И одурманинных Красавиц Когда появляются Рыжие карлики Нам сразу Начинает казаться Что действуют Уже не силы природы А некий разум Социум Цивилизация И мы уже готовы Усомниться в том Что бог природы Коварен Но не злонамерен И нам уже кажется Что скрытые Тайны природы Это сокровища В сейфах банка Оборудованного По последнему Слову Водозащитной техники Они глубоко Зарытые Тихие клады Как мы думали Всегда Понимаешь? Ты думаешь Все это потому И все это только потому Что мы прежде никогда Не слыхивали О полях Имеющих своим квантом Рыжего карлика В похоронном костюме А такие поля Оказывается Существуют Может быть в том и причина Что мы Какие мы есть Мы всегда искали Достаточно безумную теорию Мы ее получили Что с нами будет Не знаю Но то что происходит С нами Похоже на трагедию Но это ведь Не только трагедия Это открытие Это возможность Взглянуть на мироздание Совершенно новой Точки зрения Постарайся Пожалуйста Понять это До нас Этот закон Не проявлялся Никак Точнее Мы ничего Об этом не слыхали Хотя может быть Не случайно Ньютон впал В толкование Апокалипсиса А Архимеда Зарубил пьяный солдат Все это домыслы Разумеется В конце концов Это не так уж уникально В истории науки Примерно то же самое Было с изучением Радиоактивности И грозовых разрядов Может быть со временем Мы научимся Отводить от давления В безопасной области А может быть Даже использовать В своих целях Но сейчас Ничего не поделаешь Приходится рисковать Опять же Ни в первый Ни в последний раз В истории науки Я хотел бы Чтоб ты это понял По сути Ничего принципиально Нового и необычного В этой ситуации нет Зачем мне это понимать? Не знаю Может быть Ты передумаешь И потом Я хотел бы еще Чтоб ты понял Это не на один день И даже не на один год Я думаю Даже не на одно столетие Торопиться некуда Впереди еще миллиард лет Но начинать можно и нужно Уже сейчас А тебе Ну что ж Тебе придется только подождать Пока Бобка перестанет быть ребенком Пока ты привыкнешь к этой идее Десять лет Двадцать лет Роли не играет Да, конечно Он хотел мне помочь Нарисовать какую-то перспективу Доказать, что я не такой уж трус А он никакой не герой Что мы просто два ученых И нам предложена тема Только по объективным обстоятельствам Он может сейчас заняться этой темой А я нет Но легче мне не стало Потому что он уедет на Памир И будет там возиться С Файнгартеновской ревертазой С Захаровыми феддингами Со своей заумной математикой И со всем прочим А в него будут лупить шаровыми молниями Насылать на него привидения Приводить к нему обмороженных альпинистов И в особенности альпинисток Обрушивать на него лавины Коверкать вокруг него пространство и время И в конце концов Они таки ухайдакают его там Или не ухайдакают А может быть вообще этого ничего не будет А будет он тихо корпеть над нашими каракулями И искать где в какой точке пересекаются выводы Из теории М-полости И выводы из количественного анализа Культурного влияния США на Японию Это наверное будет очень странная точка пересечения И вполне возможно что в этой точке Он обнаружит ключ к пониманию Всей этой зловещей механики А может быть и ключ к управлению ею А если я не останусь дома Но я не доверял сейчас сам себе Угробят они тебя, Фил Не обязательно А потом Ведь я там буду не один И не только там И не только я И он ничего не говорил больше Но Молянову казалось, что он говорит Торопиться некуда Говорит он До конца света еще миллиард лет Говорит он Можно много Очень много успеть за миллиард лет Если не сдаваться и понимать Понимать и не сдаваться Я опустил глаза Я сидел скорчившись Прижимая к животу обеими руками Свою белую папку Повторял про себя В десятый, двадцатый раз С тех пор Все тянутся передо мною Глухие, кривые, окольные тропы Братья Стругацкие За миллиард лет до конца света В спектакле принимали участие артисты Юрий Стоянов Анатолий Лобоцкий Игорь Костолевский Евгения Добровольская Татьяна Аукшкап Игорь Золотовицкий Владислав Ветров Роман Голубев Олег Зима Алексей Дубровский Автор сценария Марина Богдасарян Композитор Андрей Попов Режиссер-постановщик Максим Осипов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова